Снайпер Элит 3 Главной фичей серии Снайпер Элит является особая технология, которая показывает как пуля летит, потом как эта пуля попадает в человеческий организм и какие разрушения она там наносит. Причем здесь используются так называемые рентгеновские лучи или X-Ray как их называют разработчики и поэтому видно какие же разрушения происходят с костями, с органами и так далее. В общем жуткое дело, но на самом деле это наверное была единственная ключевая фича, да собственно особо хардкорность, практически один выстрел, один фраг. Третья часть действительно была разработчиками кардинально переработана. Третья часть в отличии от предыдущих является тактическим стелс шутером. Это очень редкое сочетание и на ум приходит только сплинтер сел, который лично мне вообще не нравится. Снайпер же Элит мне очень понравилась третья часть и давайте посмотрим что же там. Появилось нового. Во-первых там появилась возможность настраивать оружие, то есть анлоки на оружие, замена стволов, прицелов, курков, прикладов и так далее. Раньше этого не было. Появились ранги, этого тоже раньше не было. Анлоки и всяческие фишки и ачивки разумеется были и раньше, здесь они тоже остались, никуда не делись. Но, так как игра у нас превратилась в тактический стелс шутер, то у нас появилась очень важная вещь. У нас появилось понятие слышимости, то есть слышит ли вас враг, видит ли вас враг и это важно. Причем если вас слышат, то уже за вами начинается определенная погоня с желанием вас конечно же распилить на запчасти. Поэтому одной из ключевых фич является максимально быстрая перебежка, то есть если вас завидели, то у вас задача очень быстро переместиться на другую точку. Игра это активно подсказывает, что мужик перебеги. Также добавлена новая фича связанная с сердцебиением и соответственно дыханием. После перебежек или после ранений или после каких-то еще волнений у вас учащается пульс, а соответственно вы не можете стрелять через Е, то есть не можете задерживать дыхание и держать так называемый режим пустых легких. То есть вам нужно отдышаться. Это важная фича, раньше такой фичи не было. Так как это стелс-шутер, то появились возможности хулиганить, например прятать мины под телами, делать растяжки и другие выходки. Это очень прикольно. Ну и опять-таки, так как у нас это стелс-шутер, то теперь у вас появилась возможность маскировать свои выстрелы под естественные и неестественные объекты. Например, если идет гроза, то во время грома стрелять, чтобы вас не было слышно. Или, например, повреждать генераторы, чтобы они издавали чадящие звуки и соответственно вы также можете под них маскировать свои выстрелы. Это помогает вам оставаться незамеченными противникам и соответственно продолжать делать свое доброе вечное дело. Также хочу отметить, что пули здесь летят с определенной баллистикой. Хотя, конечно же, она сильно гипертрофирована, потому что расстояние здесь небольшое и, например, даже на 200 метров уже видно достаточно плохо. И, как мы знаем, прицельная дальность стрельбы из снайперских винтовок, в зависимости от их возможности, составляет до 2 километров и более. Здесь же у нас даже после 200 метров уже стреляют достаточно проблематично. И, на мой взгляд, во второй части с этим было чуть-чуть получше. То есть здесь как бы местность стала поменьше и, соответственно, делать выстрелы за 200 метров уже не очень получается. Однако, с целью большей популярности добавлен определенный элемент казуализации в снайпер или 3. Когда вы находитесь в состоянии пустых легких, то показывает, куда же прилетит ваша пуль. Вводит ли она в препятствие или в какой-то нужный вам организм или еще куда-то. Раньше во второй части такого не было и там приходилось нарабатывать опыт попадания в нужное место. Здесь же такого нет. То есть если во второй части мы делали пристрелочные выстрелы, потому что не всегда можно было туда попасть, то здесь такой проблемы не существует. Вы просто заранее знаете, куда же у вас попадет пуля, хотя, конечно, иногда бывают и попадания даже вот с этим режимом. С другой стороны, так меньше скилла требуется для игры в снайпер или 3, а, соответственно, будет больше желающих ее купить. Кстати говоря, хочу похвалить ребята за Rebellion, потому что они сделали очень правильные вещи перед запуском снайпера или 3. Во-первых, за несколько недель до выхода игры они раздали бесплатно в стиме в течение 24 часов снайпер элит 2. И когда вы эту игру бесплатно получили и загрузили, то наверняка вы видели предложение оформить предзаказ на снайпер элит 3 с 20% скидкой. Обычно на предзаказ идет скидка 10%, а здесь 20%. В итоге получилось, что ребята на халяву получили снайпер элит 2, да еще и могли купить снайпер элит 3 с 20% скидкой. Это очень правильный шаг и действительно, я думаю, продажи снайпер элит 3 пойдут очень хорошо. Да и в целом, игра стала сильно лучше, сильно приятнее и она вошла в ту нишу, которая сейчас, откровенно говоря, пустует. Осталось добавить, что графика стала поприятнее, она еще подтянута на новый уровень. И если сравнивать с некоторыми другими играми, которые вышли в этом году, то графика очень даже достойная. То есть здесь тоже все хорошо. А для меня, как для тестировщика видеокарт, есть, конечно, и ложечка дегтя. Из меню игры исчезла возможность запуска бенчмарка. Вопрос остается пока что открытым, есть ли там бенчмарк или нет, я его задал уже разработчикам. Пора подвести итоги по снайпер элит 3. Игра получилась классная, своих денег стоит однозначно, однозначно, потому что это не бешеные какие-то там полторы тысячи рублей или даже там около трех тысяч рублей, как просят за некоторые игры такого направления. А за снайпер элит 3 просят не так много денег, как за вот эти вот трипл эй, так называемые проекты. А здесь же игра сделана ничуть не хуже. Откровенно говоря, единственный недостаток, который я нашел в этой игре, это то, что через пять часов ползание на карачках тебе это откровенно говоря надоедает, и ты уже включаешь режим Джона Рэмбо. То есть ты не убегаешь, когда тебя засекли, а ведешь методичный отстрел противников. Они на тебя бегут, ты в них стреляешь, это весело, это хорошо. Да, конечно, так тебя тоже могут убить, или, например, в тебя может попасть танк, и тогда придется переигрывать. Но здесь сохраняться можно везде, в любое время, сколько хотите, столько и сохраняйтесь. Это действительно классно, это вам не консольное портирование, это действительно игра для персональных компьютеров, и, соответственно, нет никаких проблем с сохранениями. В целом, игрушка очень классная. Было сделано все, что можно было сделать, чтобы занять хорошую нишу, которая к тому же пустует, привести новый геймплей, привести новые геймплейные ощущения и приемы в этот жанр, и это было сделано. Продукт качественный, мне очень понравился, играть было очень весело. Более того, в первый же день, как у меня появилась Снайпер Лид 3, то есть это было 27 числа, в день релиза, я играл в нее до 4 часов утра. У меня такие вещи происходят очень редко, все-таки обычно мы встаем рано. Я думаю, это хорошо характеризует данную игру. Ну а если вам мало компании, то добро пожаловать в мультиплеер. Там точно такие же игроки, как и вы, рубятся друг с другом до посинения. На этом все, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, качайте наши модпаки, участвуйте в наших викторинах и других мероприятиях, в том числе приходите на наши живые стримы. Ну и удачи вам на полях сражений, где бы они ни происходили. Пока-пока!